Мой адрес – Московский район. Такое название носил торжественный праздник. На установленной возле здания администрации сцене выступили талантливые творческие коллективы и исполнители Брещины. Понаблюдать за действием концертной программы собрались представители разных возрастов. Состоялось чествование брещан, принимающих активное участие в общественной жизни района, лучших в своей профессии. Здесь же проходила очередная традиционная ярмарка продажа сельскохозяйственной продукции. У всех гостей праздника была возможность приобрести овощи, фрукты и продукты питания по приемлемым ценам. В свое время мы приняли правильное концептуальное решение и убрали с улицы Гоголя сельскохозяйственную ярмарку. Замечу именно сельскохозяйственную ярмарку. Почему это сделали? Потому что улица Гоголя уже стала туристической достопримечательностью. И все-таки последствия проведения ярмарки в том месте были довольно печальны с точки зрения благоустройства. И то, что мы определили главную городскую ярмарку именно здесь, в Московском районе, это логично со всех позиций. Поэтому я сегодня в очередной раз убедился в верности этого решения и количества людей, которые здесь присутствуют, тому подтверждение. Сегодня численность населения по Московскому району города Надбугом составляет свыше 230 человек, из которых 8 тысяч индивидуальных предпринимателей. Около 3 тысяч субъектов хозяйствования всех форм собственности. Один из первых по плотности населения в Бресте занимает микрорайон «Восток». Будет реализовываться в ближайшее время, вы видите, напротив нашего здания, это очень серьезный медицинский центр. На момент строится суперсовременное здание, суперсовременное уже будет оборудование установлено, которое уже будет позволять наших жителей лечить на более современном уровне. Также на ламповом заводе у нас тоже реализуется неплохой инвестиционный проект по LED-лампе. Тоже будет реализован в ближайшие годы, тоже получается. Дальше мы предоставляем все возможные господдержку по созданию хорошей инфраструктуры для наших малого бизнеса, потому что это для нас тоже немало важно. В основном, конечно, если смотреть по городу Брест, то люди уходят в бизнес, это торговля, сфера услуг, автосервисы и, к сожалению, очень мало идет в промышленность. Но, тем не менее, у нас тоже 15 открыто в этом году малых предприятий. Это в основном связано с деревообработкой, машиностроением, которые нам тоже швейные производства, которые нам позволят тоже создать дополнительные рабочие места и, соответственно, достойную заработную плату. Людей на праздники района было много. В первый октябрьский день здесь собрались не только представители золотых лет, но и молодежь. Кто-то насладится зажигательными песнями и танцами творческих коллективов города над Богом, поделиться хорошим настроением, кто-то порадовать себя покупками овощных гостинцев. Торговля шла живо и бойко. Выбор хороший. Вот я смотрю, и перцы хорошие вообще, и лук очень хороший такой, высушенный. Хорошая ярмарка. Все есть. Ажиотаж и оживленность вокруг главной городской ярмарки говорили сами за себя. Ценовая политика определенно порадовала горожан. Кстати, в следующем году сельскохозяйственная ярмарка, возможно, снова сменит место дислокации. Главный базар развернет свои ряды на площадках, прилегающих к варшавскому рынку.